Чему музыку нельзя включать и чтоб сториз было? Кто-нибудь в курсе? Доброе утро, товарищи. Мы с вами позитем отрабатывать, потому что у меня музыка не работает. Мне скучно. Давайте про бикини поговорим. Короче, урок с бикини будет класс. Первая поза в соревнованиях у нас фронтальная. В этой позе фигура должна быть максимально симметрична, то есть в фигуре икс, икс-образная. Вот такая. Опора должна быть на одну ногу. Это новое правило, уже год и два. Честно говоря, она дурацкая, потому что, допустим, вот так вот стоять намного проще, чем стоять вот так. Вот здесь нужно выбрать ракурс, с какой стороны фигура смотрится тоньше, изящнее и с какой стороны ягодицы лучше выглядят. Короче, это нужно подбирать все индивидуально. Я не знаю, мне кажется, вот с этой. Но еще должно быть, помимо всего этого, удобненько. Плюс ко всему. Вот. А я цыганка Сайра. Видите, у меня какой. У меня новости. Я теперь, короче, для своего хвостика буду покупать всякие вот такие разные заколочки. Вот. И очень сильно я полюбила всякие побрякушки. Так, так. Привет-привет-привет-привет-привет. Привет всем привет. Пока все улыбаются и машут. Ну, неплохо. Кто не знает, раньше можно было включать музыку и включать сторис одновременно, чтобы играла музыка на фоне. Сейчас эта хрень не работает. Мне так скучно. Я так не могу позднее отрабатывать. Короче, главный мой косяк был. Это вот так вот у меня плечо постоянно. Я базировала, у меня вот так плечо. Мне нужно, чтобы он у меня ровно был. Вот сейчас пытаюсь его отработать. Потом ручками вот так. Потом разворачивать. Опоры на одну ногу. Шаг назад. Кто там бикинистки? Видите, все ко мне. Разворот. И вот раньше я вот эту сторону вообще терпеть не могла на самом деле. И становлю себя в боковую. А ногой можно крутить. Точнее, нельзя крутить ногой. Но я кручу для того, чтобы ягодичные выглядели круглее. Носочек нужно чуть-чуть на себя. Но вообще носочек нужно ровно держать. Вот. И плечиком выворачиваем. А потом прощаемся. И потом такие. И полетели. Разворот. И ушли. Ты сюда, моя-я-я-я. Ну, так и скучно. Что же складка на бедре? Жировая, наверное. Нарости волосы. Не хочу волосы. Где складка на бедре? Жир, наверное. Да, заметили? Жир, целлюлит. Очень много. А еще, короче, нужно вот так вот стоять. Сепарировать все мышцы. Вот так. И стоять по несколько минут. Это очень неприятно. Но вот пока я с вами болтаю, наверное, я постою. Вот так. Покажи купальник для соревнований. Я ж показывала. Черный у меня. Черный со стразами. Классная девочка, так держать. Спасибо большое. Ты все правильно делаешь. Такая же бестеродальца. Как вы? Когда в позу встаешь, то у тросов какая-то складка. Ну, не знаю, наверное. Сережки, да? Мне тоже нравится. Видели, у меня прыщи прошли. Господи, наконец-то. Осталось вот чуть-чуть. Что за книга? Вот так, как простить. А у меня есть ссылка на эту книгу в актуальных сторис под названием «Слушать». Почему именно черный купальник? Ну, я захотелась. Мне под образ. Учишь английский? Не, нифига не учу. Я не прилечу. Мне Янка прилетит. Сделай какую-нибудь позу. Давайте, какую. Вика, где я покупала белый костюм? Да в Бершке покупала. В Бершке. Я ж прикольнула, что не расскажу. Весь этот... На весь телефон было написано Бершка. У тебя тоже бровей? Да, татуаж. Как больно. Вот вы думаете, я вот стою, просто болтаю. Раз-два. А, я стою и сепарирую... Свои мышцы у меня уже. А, спина текла. Что заветуешь почитать? Все в актуальных сторис есть. Когда обратно в Краснодар. О, в Краснодар я не скоро. Я приезжаю жить в Москву, потому что у меня там очень много работы. Морально, как себя чувствуешь? Да все зашибись. Все охуенно. Как я могу себя чувствовать? Иногда все охуенно. Иногда что-то меня накрывает. Ну, как бы я же человек. Который боковая, там где таз выворачивать надо. Ой, сейчас. Сейчас. Поясница болит. Жесть. Ой, блин. Боковая вот эта. Вот эта. Я люблю вот эту боковую. Ну, из-за травмы спины пипец, девочки. Знаете, как мне больно. У меня даже шрамы до сих пор остались. Не знаю. Нет, нам тут нет. Вот. Видите? Когда я упала с обрыва. Вот она. Ой. Поясница вообще болит. Просто по жести. После рода форма быстро пришла. Господи, мне 16 лет было. Я вас умоляю. Я об этом вообще даже не думала. Хотела тебя спросить, можно ли есть халву при похудении. Нет, нельзя. Вик много материться стал. Да я всегда материлась, я вас умоляю. Я матершинница первой степени. Я не пью, я не курю, я не жру сладкое. Пожалуйста. Можно я буду материться и буду пиздестрадалить? Все. Это мне вот так хочется. Материться и пиздестрадалить. Люди с биополярным расстройством. Очень советую. Прямо все твое состояние. Я знаю, я в курсе. Я в курсе, что у меня биополярное расстройство. Вы меня ничем не удивили. Викутя фигура была круче, чем три года назад. Спасибо. Приезжай в Краков. Я тут пока. Может быть в горы поедем, не знаю. Очень красиво. Спасибо. Как желудок? Ой, желудок вообще офигенно. Вообще супер просто. Мясо кушаю, да. Пиздестрадалить стрёмно. Ну, курить тоже стрёмно. Жрать сладкое тоже стрёмно для фигуры. Потом фигура стрёмная. И много чего. Сидеть и ковырять носу, смотреть сериалы тоже стрёмно. Я же не лезу в вашу жизнь и не говорю, что стрёмно вы делаете. Если я каждому зайду и прокомментирую. Ого-го-го. Что, сколько будет. Хочу переехать в Краснодар. Ну, к тем, кому стрёмно моё состояние, моё поведение, мой образ жизни. Давайте свой покажите. Мы всем покажем. И быстренько определим, что стрёмно делаете вы. Хочу переехать в Краснодар с ребёнком. Может, есть у девочки, у кого такие же планы на будущее, что... Да, по-любому есть, списывайтесь. Южно-Сахалинские были, нет. За какое время может сделать идеальное тело, если нет лишнего веса. За 4 месяца. Я тоже мать ошиница, считаю, что мат. Маш трой язык. Согласна. Серёжки тяжёлые, нет. Густа, фэн, спасибо. Ремиссия у тебя давно наступила? Сейчас таблетки вообще... Нет, я вообще не пью таблетки. Я вообще ничего не делаю. Уже 155 лет. Ремиссия очень давно. Почему ты подписалась на Соню Некст? Кто-то скинул, просто подписалась. Что посоветуешь тем, кого ничего не мотивирует? Вот меня мотивирует пиздострадание. Значит, может, вас тоже мотивирует пиздострадание? Попробуйся. Это очень сильная личность, спасибо. К этому состоянию лечить. Так я к тому, что это состояние лечить надо. Ну, вам надо лечить, мне не надо лечить. Не есть сладкое достижение. Конечно, достижение. Он тут... У меня весь директ в трясучке. Как? Как не есть сладкое? Как? Ну, это реально для нашего века, это реально достижение. Приезжай в Иваново... Приезжай в Иваново, приезжай в Иваново. Правильно, Вика. Так, я нефиг указывать, как тебе жить в точку. Пиздеть, обсуждать жизни стрёмно. Вот-вот, товарищи, лезть со своим самоваром в чужой дом нехорошо. Я хочу в Краснодар приехать. Так, приезжай. Где Рус? Ой, скоро приедет. Был бы загранник, был бы здесь. Ладно, шучу. Не обращай никого внимания. Будь такой, какая ты есть. Спасибо. Ты очень хорошая, добрая, охранительная. Спасибо, спасибо, спасибо. Как начать худеть? Срываюсь постоянно. Так вот же, вот же. Если ты постоянно срываешься, значит, ты начинаешь худеть очень резко и с очень большими ограничениями. Всё, ладно, я уже поставила. Вот. Начинать худеть нужно постепенно. Сначала ты отказываешься. От одного продукта, допустим, от майонеза, потом ты отказываешься. От хлеба, потом ты отказываешься. От сахара вместо десяти ложек кладёшь. Девять ложек, восемь, семь. А вы что делаете? Вы утром проснулись. Всё. Я на диете, фитнес, бикини. Начинайте есть грудку, гречку, огурцы. Ваш организм не готов к этому. Ваш организм не хочет этого. Конечно, ты сорвёшься. Вас хватит на 2-3 дня. Люди, просто для тех, кто только начинает, я вас умоляю, приучите себя просто жить без дерьма. Не надо садиться на диету. Не надо садиться на грудку, гречку, огурцы, на сушку, на ещё что-то. Блядь, просто откажитесь от майонеза, от хлеба и от сахара. Всё. Этого достаточно для того, чтобы начать нормальную, полноценную, здоровый образ жизни. Перестаньте бухать по выходным, перестаньте жрать пиццу, гамбургеры. Этого достаточно. Можете есть борщи, можете есть котлеты с пюре на обед, можете есть там салат какой-нибудь, приправленный маслом. Цезарь тоже хрен с ним, с заправкой там, чесночной. Но перестаньте есть пищевой мусор, мороженое, пирожное. Этого достаточно для того, чтобы начать. И тогда ты не будешь срываться из ни с каких диет. Тогда у тебя не будет никаких проблем. Проблема срывов с диет, потому что вы сразу резко себя ограничивать. Этого делать нельзя. Иначе ты всю жизнь будешь в этом круговороте вертеться, понимаешь? Это, знаете, такая цель жизни толстушек. Сесть на диету сорваться, сесть на диету сорваться. И вся жизнь у них так проходит. Для того, чтобы, знаете, в какой-то степени закрыть все нереализованные какие-то другие по жизни вещи. Потому что нужно там то, 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 то. Она такая, ой, я на диете. Это все, ну то есть, это задача, которую нужно решить. И получается, этой задачей она перекрывает другие ее обязанности. Она такая, а почему ты то, 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 то не делаешь? Ой, я на диете, мне некогда. Ой, я сорвалась, я бедная, несчастная. Это тоже ресурсное состояние человека, у которого там какие-то проблемы в голове. Так же, как у меня какие-то проблемы в голове, у меня другое ресурсное состояние. Я вот вступила там в страдания, потом вышла из них, потом опять вступила. Похудение, это та же система, это то же самое, это тоже тут все в голове. Поэтому для того, чтобы не срываться, нужно разбираться со своим внутренним миром. И не садиться на эти строгие диеты, на которых сидят, извините меня, профессиональные спортсмены. Уже там за 2-3 часа, ой, фу, за 2-3 дня до выхода. Все, поясница, поясница у меня болит. Так, дальняя поза. Переза нормально, там нет. Шаг назад, и для меня проблемно было сделать вот этот разворот. Втянуть живот нужно, сука, максимально. Выгнуть поясницу, понимаете? Сделать разворот, при этом стоять ровно, блин, как статуэточка. Вот. И потом красиво попрощаться. Этот, сука, не мой профиль вообще, правый, это не мой профиль. Бои, мне эта сторона дико повораживает. Попрощаться нужно... А, получается, вот так, слегонца, потом... Вот это, смотрите, вот эта рука у меня красиво идет, а эта, я не знаю, что. Вот я пытаюсь отработать, чтобы у меня обе руки, чтобы мне вот это вот как паралич там, где-то сбоку припеку, красиво опускались. Потом разворот и уход со сцены. Фух. Туро, 38, видели? Нет. А знаете почему? Потому что я все дерьмо вот сюда вот так... Наружу скидываю, поэтому я никогда не болею. Я, блин, вообще раздетая хожу, чуть ли не босиком могу ходить. Постоянно там, 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 да другой человек бы уже слег, наверное, там. Нет. Потому что в себе я ничего не держу. Какой твой любимый фильм? Левша. Мой любимый фильм. Три метра над уровнем неба, мой любимый. Что такое съесть шоколад в течение дня? Прям криминал как будто. О, криминал, конечно. Конечно, для тех, у кого задница жирная, не пролазит промеж дверного проема. Конечно, у кого целлюлитная задница, да, криминал. Те, кто хотят идеальную попку. Для тех, кого все устраивает, не криминал, можете кушать. Я не для вас говорю. Я говорю, а для тех, кто говорит о том, что хочет похудеть и срывается. В Владивостоке была, да, была. Верни, эфир в 6, 30 утра, кардио. Когда всем ебанутым отвечаешь. А в 6, 30, у меня время с вами разное. У нас 3 часа разница. Я в Варшаве. И что? Я тоже в Варшаве. Где сын? Сын в Москве. Приезжаю на Дальний Восток хоть на несколько деньков. Фу, фу, фу. Очень далеко. Зачем такой наигранный смех был насчет заграна? Ну, хотелось мне сделать наигранный смех. Но ты понимаешь, там показываешь слезы. После этого мы боимся расстаться с мужиком, потому что будем безострадать по полгода. Почему вы свое состояние на меня перекидываете? Я понять не могу. В смысле, вы боитесь расстаться с мужиком? Если вы хотите расстаться, расставайтесь. Не хотите расстаться, не расставайтесь. Я что вам? Какая-то инструкция по применению каких-то внутренних эмоций и поступков. Это ваша жизнь. Вы должны принимать решение. Не надо на меня ответственность перекидывать. Типа, ты пиздастрадалила полгода, я вот расстанусь, я не хочу пиздастрадалить полгода. Ну, не хочешь, не надо, не пиздастрадай. Не хочешь, не расставайся. Я говорю, вы что, гоните, что ли, реально? Вы что на меня-то все скидываете? Это ваша жизнь, ваши мужики. Вы с ним спите. Я вообще никакой ответственности не несу и не собираюсь нести за ваши отношения с мужчинами. Я вас умоляю. Запомните, все люди разные. Не нужно никого под себя подстраивать. Я страдаю полгода, кто-то не страдалит полгода, кто-то месяц страдалит. Я захочу, я буду 10 лет страдать, девочки. Я захочу 20 лет. Я захочу, я буду страдать до конца жизни. Но это не значит, что ты будешь это делать, потому что у тебя свое желание, у тебя своя жизнь, у тебя свои отношения. Это глупо себя так вести и говорить о том, что типа из-за тебя боюсь расстаться с мужиком. Ну, вообще, вы реально что ли шутите? Серьезно? Как будто ты не срываешься. Ты так же срываешься. С чего? Я срываюсь на пиццу, на роллы. Я не срываюсь. Максимум, что я могу сорваться, это вместо 10 грамм орехов съесть 20 грамм орехов. И все. Это мой максимум. Вместо двух кружек латте без сахара на соевом молоке выпейте 4 кружки. Ну, если для вас это срыв, не, если у вас такие срывы, то, пожалуйста, ничего страшного не случится. Чтобы я срывалась, что я даже пасту карбонара не нюхаю. Я всегда ем только салаты и кашу, и рыбу. Как вы относитесь к благотворительности? Конечно, положительно, если там не мошенники. Чем майонез заменить? Да ничем. Не есть его. Все правильно говоришь. Говори это почаще, прожрать говно. Что у тебя на лице? У меня на лице крем от прыщей. Так, мне надо позировать. Так, сейчас дефиле надо отработать. Я, кстати, про дефиле вообще задумала. Дефиле, дефиле мое. Дефиле, так, что я там делала? Короче, я входила. Кто помнит мое дефиле? Я, короче, вставала, по-моему, в эту позу. А, вот так. Потом шла вперед. Потом я вставала вот в эту позу, да? Потом сюда. Сюда. Потом у меня был разворот. Блин, нужно сделать что-то с этим, потому что вот это мне не нравится. Или оставить. Потом сюда. Потелучик. Сюда. Разворот. И потопало. Тук-тук-тук. Нормально? Или стрёмное? Да что у меня так поясница болит, сука? Мамочка. Мамочка, помоги. Вот так вот, знаете, как больно. Всё, ладно, вечер пошла. Мне ещё в зал надо собираться. Убрать живот можно, начать правильно питаться, делать упражнения разные дома. Всё прекрасно. Господи, до сих пор весь деревик. Как похудеть? Как убрать бока? О, мне кажется, уже все знают. Мне кажется, уже просто. Хочу заново посты писать, что ли? Ямочки на ягодицах. Зачем? Зачем ямочки выбирать? Это ж круто. Ну, ты понимаешь, что ты нам показываешь слёзы, после этого мы боимся расстаться с мужиком, потому что выписать рыдание. Опять что ли? Обик, прошла спина. Нет, болит. Болит, пипец. Фух. Просто болит. Здесь светит рукав. Тебе рукав на левой руке? Да, вот он. Да, нормальная сторона. Блин, мне кажется, стрёмное. У меня вот это что? Больно. О, болеть за меня. Ой, больно тут. Сильно. Блин. Сейчас сдохну. Как мне эту руку дружатку. Вот лицо, если вот так держать, потому что сюда у него по щекам лазит. Ну, как-то вот так, чтобы всё одновременно красиво было. И разворот. Иди, как я люблю. Сука. Что же это за хрень? Он до мяса поломался. Блять. Твою мать. Жесть. Твою мать. Ну, что это такое? Придётся, короче, все ногти обрезать. Представляете? Как свет. Да, я скоро приеду в Киев. У меня тут целая банда украинских девчонок. Антицеллюлитные крема помогают. Девочки, от целлюлита помогают только правильно, чисто питание. Если вы хотите чистую, красивую кожу, вы должны её чисто, красиво питать. Вы понимаете, если цветок поливать грязной водой, он завянет. Ваше тело вы поливаете, грубо говоря, грязной едой. Конечно, оно будет целлюлитное, морщинистое, страшное. Вот тут на лбу напишите правильно питаться. Всё. 99,9% у вас будет идеальное тело. Вам не надо будет антицеллюлитные крема. Вам не нужны будут антицеллюлитные массажи. Вам не нужны будут убийственные тренировки, супертренировки и так далее. Вас будет всё охуенно, если вы, сука, перестанете жрать говно. Вы кормите свой организм, своё тело говном. На теле говно и получается в виде целлюлита. Вот и всё. Больше нет никаких ответов. Нет никаких грёбанных способов. Этого достаточно для того, чтобы иметь красивое, потянутое тело. Перестаньте есть плохие продукты. Твоё мнение или политики? Моё мнение о всех вот этих вот штуках, дрюках, на которые вы готовы тратить миллионы, там, я не знаю, денег, миллион времени. Просто бесполезная хрень. Всё бесполезная хрень, пока вы не начнёте нормально питаться. Пиздестрадали впервые. Такое слово слышу. Знаю души ёбить. А я души ёбить впервые слышу. Почему ты в Польше? В Польше я поехала делать визу. Конечно, зачем эти пиздестрадания? Мне хочется. После родов прошло полтора месяца. Роды без транс. С чего начать тренировки? Такой красоткой. Спасибо, люблю. А начни с домашних тренировок, с фитнес, с резинками. Можешь пролистать мою ленту. У меня там миллион домашних тренировок, которые подходят после родов. Всегда читаешь комменты твои. И в основном пишут тупые малолетки, где твои состоявшиеся в жизни подписчицы. Где это тупые малолетки? Не знаю. Может, херню пишут тупые малолетки? Нормальные сообщения пишут состоявшиеся в жизни мои подписчицы. Они находятся со мной рядом. Расскажи про грудь. Не жалеешь? Сейчас так много пишут по бочек, что с организма отвергают. Но я буду переделывать. Почему начались проблемы с кожей? Я же ответила. Прыщи пошли после того, как я перестала есть мясо. После того, как сбился вообще весь режим в целом. Как начался стресс. И когда я была на телепроекте Дом-2. Потому что, ну, чтобы вы понимали, там очень грязно. Там вот сказать, что там антисанитария, не сказать ничего. Люди в одежде, в ботинках. Там, где едят, там и сидят в этом во всем. Куртки повсюду. Ходят в обуви, в комнате. Спят, там, где спят на кровати. Да, могут спокойно сесть в уличной одежде. Ну, как бы, и моются все в одной душ-кабине 10 человек. Ну, это жесть. Ты, потому что говорила, что мужиков легко забыть. Взяла, ушла от мужика. Встретила другого. Типа, нет в этом проблем. Когда ты была в отношениях, ты всем отвечала найти другого. Ну, вот. Чтобы не вернуть прошлого мужика. Я ушла, нашла другого. Поняла, что это полная хуйня. И все. Что, я не могу ошибиться, что ли? Я думала, что вот так. А оказалось не так. Ну, как бы. Я как думала, я сделала. Вот, совершила глупости. Я поняла, что тот поступок был лишь для того, чтобы не испытывать те чувства, которые все-таки мне пришлось испытать после. Чтобы не ковыряться в себе, в своих болях, обидах. Чтобы не предострадалить. Я же боялась предострадалить, как вы боитесь. Я не хотела этого, потому что я знала, если я не уйду в другие отношения, я буду пиздестрадалить. А тот человек мне не давал. Как только я хотела пиздестрадалить, он такой, у тебя же есть я. Что ты вспоминаешь о прошлом. Я такая, блин, так хотелось, так хотелось. Вот и все. Какие есть упражнения для рук, чтобы кожа была подтянутая. Блин, девочки. Во-первых, если у вас там жировые отложения, то правильно питаться. Упражнения для рук масса. Упражнения на трицепс, на бицепс, в спортзале. Нанимайте тренера, он вам покажет самые лучшие упражнения. Можно кушать роллы. Нет, роллы кушать нельзя. Хочешь второго ребенка, пока нет. Психосоматику, веришь, почитай, почему? Верю, верю. Сходи на Массар, да надо сходить. Что посоветуешь новичкам в позденьке два месяца до выхода? Ху-ху, девочка моя. Начинать, батрачить, батрачить позденьку каждый день по два часа. Необходимо делать. Я вам серьезно говорю. Обязательно все позы отрабатывать с утра до вечера. Два месяца это очень мало. Прям ты должна вот уже, хоп, встала в позу. Все переходы учить обязательно, чтобы не тупить. Вот я с вами разговариваю и учу. Там очень много всяких фишечек. Обязательно походи на мастер-классы. Обязательно. Мне вот эту позу прям надо доработать. Прям кровь из носа. Я не знаю как, потому что у меня спина болит очень сильно. Теперь есть новая тема без застрадания. Тема без застрадания у меня старая тема, на самом деле. Я еще раз говорю. Посмотрите мои актуальные сторис. Там что, не сторис, там без застрадания. Что тебе на лбу? Мазь у меня от прыщей на лбу. С сашими можно есть. Семгу. Лосось. Угарь. Сливочное масло на лбу. Тебе нельзя в Киев. Ты в Крыму была в этом году. Сомневаюсь, что вы ездили туда через Украину. Не, мы не через Украину ездили. Спасибо, крошка. Все правильно говоришь. You are angry. При каждой подготовке звезду ловит и начинает орать. Окусь звезду. Просто у меня сушка. Я всегда ору. Я всегда ору, девочки. Я либо ору, либо плачу, либо я такая. Все хорошо. Я блаженная. Господи. Я всегда разная. Ну, сейчас я вот такая. Хочу поорать. Хочу побеситься. Через два дня я буду сидеть. Я буду плакать. Через три дня я такая. Ой, как все хорошо. Я поймала дзен. Почему вы не можете понять тот факт, что человек может испытывать в разные периоды жизни какие-то разные эмоции? Это крем. Масло сливочное. Что ты думаешь про соус и бомбар? Хорошо думаю. Я люблю бомбар. Реально ли на веганстве подготовиться к соревнованиям? Очень сложно. Hot baby, have a nice day. Thank you. Вот они состоявшиеся в жизни, моя звездочка. Центурян, я не могу, ты вообще мочишь. Почему грудь больше будешь переделать? Ну, потому что неправильно. Пришли от стресса, упал иммунитет. Конечно. Девочки, вы странные. Какие суши на ПП. Вы знаете, с чего не делать заправку для риса, не гнить? Такие вопросы задавать. А нахер вы смотрите ее эфир, чтобы обсирать курицы? Почему будешь переделать? Есть пост Центурян в грудь. Я там рассказывала. А что случилось конкретно с грудью? С грудью случилось то, что сразу после операции, буквально через неделю, я начала уже работать, таскать тяжелые пакеты. Операцию я сделала в июле. А чтобы вы понимали, в сентябре я уже выступала. Соответственно, в июне я сделала. Соответственно, подготовку к соревнованиям я уже начала буквально через неделю. 2-3 пакеты. И, конечно, это негативно сказалось на том, как моя грудь заживала. И там всякие штуки такие некрасивые. Ну, я же не буду вам сиськи показать, что ли. Что, серьезно? Ну, это же надо показывать. Ну, просто там неправильно. Там получается, когда она формируется, как это называется, девочки? Как это? Капсула, капсула. И она неправильно, короче, все срослось, бла-бла-бла. Твой план стартов на весну? Шесть стартов. Шесть. Бля, она же вам не ванга, вы свои мозги имеете. Самое лучшее мечтаю с тобой познакомиться. Спасибо. Из-за неопродукции что-то принимаешь? Нет, упаси Господь. Вам это, Артем, нравился хотя бы чисто как мужчина или отврат? Сейчас я вообще, честно, не понимаю, что происходило на самом деле. Сейчас у меня чувства... Фу, я даже... Вот честно, я даже вспоминать не хочу. Я если вижу фотографию, мне прям тошнит. Вот такие у меня чувства. Давай сексом займемся. У меня секса год... Это... Аскеза на год. Я вообще секс не люблю. Я это... Лесбиянка. С мужчинами. Я решила поменять ориентацию. Она висит, как у козерога. Ой, с вами так интересно, пипец. И куле хочется тебя просто обнять и вести, потому что так приезжай. Ко мне сейчас девчонка приедет. С Москвы. Я говорю, мне скучно. Говорит, давай к тебе приеду. Я говорю, ты приезжай, Господи. А, мне уже знаете, что говорят, что я лесбиянка. Короче, когда в сторис я показываю, что я там с друзьями, мне говорят, что я там со всеми друзьями перееблась. Тут, короче, я показываю там, когда я одна, ты одна, нахер никому не нужна, с тобой никто не общается. Потом показываю, да, там, что я с девчонками, говорят, ой, ты ты лесбиянка, все с тобой понятно. Говорит, люди, блядь, ограниченные. Вот реально в сторис, что покажешь, они сразу свои какие-то выводы сделают, и все. Все, я уже жопу накачала, видите? На молочко вот здесь похоже. А что, я в душе это, вон, сейчас как вам пюре захерачу. Видите, все приятное с полезным. У меня растяжечку тут поделают. Я не могу просто так болтать. Ляг на кровать, позвини. Че, че, че? А, то, чтобы спину сделать? Да, я сейчас сделаю так. Когда английский будешь учить? Найдите мне учителя по-английскому какого-нибудь сексуального. Тогда я буду учить. Мне нужна мотивация. У меня нет мотивации, блин. Есть какой-нибудь учитель по-английскому красивый? Я буду учить. Когда клип? Через две недели. Ты моя мотивация, сила. Спасибо тебе большое, что ты делаешь. Когда у меня нет мотивации, захожу в твои актуальные и заряжаюсь энергией. Потом понимаю, что у меня все получится. Спасибо за все. Спасибо. Дейфон брала. В магазине пьешь бады? Нет. Какой размер груди? Фиг его знают. Я такая же, все время разная. Любимая моя, жду в Киеве. Спасибо, растяжки. Есть у вас? Да. Есть. И пусть моя суточная норма 1500. Если я согрешила 2500, что делать? Наша песня хороша. Начинай сначала. Все. Начинаешь пытаться на 1500. Ты весы, с тобой все понятно. Да, да, да. Я натуральные весы. Сексенс. Да ты заебался своим сексом. Я не трахаюсь. Как еще с вами разговаривать? Когда ты еще будешь свои вещи продавать, не успела купить. Очень хотела твое пальто, шубку на меня опередили. Не знаю, там Юлька всем занимается. Меня в Краснодаре нет. Я будешь переделывать. Но я тоже пока что не знаю. Здравствуйте, Алексей. Надеюсь, вы тут не слышали мои отборные маты. Ой, нет. Короче, давайте дальше. Продолжаем. Наше позирование. Леша, спать ложись. Спать пора уже. Тут я всю ночь тусил. Короче, с боковой позы. Все, я теперь прилично. Я не матерюсь. Короче, с боковой позы, девочки, кто фитнес-бикини. Очень важно стоять, чтобы ваши плечи были параллельно друг к другу. У меня ошибка была в том, что я вот так вот плечу постоянно опускала. И оно у меня очень красиво висело. Для того, чтобы талия была максимально узкая, необходимо вывернуть бедро. Но при этом не спалиться, чтобы вы его вывернули. И прогнуть поясницу и макушкой тянуться к потолку. И полностью сделать разворот. Потом, в переходе в заднюю позу, ручками вот так вот красиво перебираем. И переходим в заднюю позу. Потом мы делаем шаг назад. И становимся в мою нелюбимую боковую позу. Руки вот так вот уже делать нельзя. Раньше можно было вот так распластаться. Все, я устала. Еще раз спросите про грудь. Есть аллергия? Нет. У меня нет аллергии. А Руслан говорил что-то о груди. О какой груди? Нет. Руслан все устраивала. Не хочешь строить встречи с подписчиками? Я и так устраиваю встречи с подписчиками. И подписчицы уже тут со мной чуть ли не живут. Всех девочек есть парень. Днепр нет. Почему против продукта НЛ? Потому что фигня. Сколько денег экономично, чтобы вышло первый раз в фитнес-бикини? Не знаю. Фитнес-бикини экономично очень сложно. Потому что один купальник только стоит 30 тысяч. Если можно взять купальник, купить в БУ, это не стрёмно. Это то же самое, что некоторые покупают машину в автосалоне. И как только она выезжает, она уже в два раза в цене дешевле. Также купальники. Если вы купите купальник в магазине, да, у прямых производителей, он, конечно, будет в два раза дороже. Если его купит другая девочка, наденет один раз, он будет в два раза дешевле после. Также там бижутерия. Ну, бижутерию можно дешевую найти. Туфли также можно купить в БУ. Макияж можно сделать самой. Либо купальник самой шить. Ну, много вариантов, в принципе, сэкономить можно. Но я не люблю. Все фригидные пока не влюбятся. Ну, да. Love you are the best. Thank you. Нет, это скорее феминист, как следствие всех твоих мужчин. Может быть. Какой размер был до имплантов? Минус два. Я учитель английского. Так ты же... Ты мужчина или женщина? Волосы будешь нарашивать? Нет. Когда в Питер или в Москву, да, вот, через четыре дня я буду жить в Москве и периодически работать в Питере, поэтому... Москва, Питер, все, я ваша навеки. Что делать, если во время тренировок падает сахар? Выпить быца. Клем, бутерол, что можете сказать, что касаемо этого препарата? Понятия не имею, никогда его не принимала. Правильно питайтесь, тренируйтесь, не жрите говно, никакой клем, бутерол, как там, не надо. Это... Жена чушка. О, боже, конечно, жена чушка. Можно, пожалуйста, вас скрыть от моих прямых эфиров. Про отношения мусолить аж тошнит. Неужели нельзя отстать? Нет, нельзя! Я не могу отстать ни от своего бывшего мужа. Я не отстаю от своих прошлых эмоций, которые у меня сидят внутри. Сколько хочу, столько я буду мусолить. Я там присутствую. И я мусолю свои эмоции и свою жизнь. Не отдельно человека от себя. Не отдельно поступки от себя. А себя вместе с этими поступками и с этими эмоциями. Если вам не нравится, если вас бесит, да ради бога, только потом меня не спрашивайте. Вика, а как ты вот так вот херачишь? Откуда у тебя силы? Вот оттуда у меня силы. С этих эмоций я и херачу. С этих отношений, да, с этих поступков у меня появляются силы и заряд ебашить просто до конца. Постоянно работать над своим телом и над собой. Именно с этих эмоций я не ем сладкое. Именно с этих эмоций я не бухаю, не курю и не шляюсь. Потому что мне эти эмоции доставляют то состояние, которое мне необходимо. И сколько нужно будет эти эмоции испытывать, я их буду испытывать для своего ресурсного состояния, которое мне необходимо для достижения моих целей. Этого достаточного ответа. Если вас не устраивают мои эмоции, мое состояние, мои прошлые отношения, ради бога, не заходите на мою страницу и не смотрите. Если меня не устраивает смотреть, как другие жрут гамбургеры и жирные себя фотографируют, я не захожу на их страницы и не говорю, сколько можно себя жирной фотографировать и позориться. Тебе не стрёмно жирной ходить? Тебе не надоело жирной ходить? Я же не захожу, потому что ей кайфово, она получает от этого удовольствие. Ей приносит это какие-то деньги там, я не знаю, что там ей приносит, да, для того, чтобы... Это состояние для того, чтобы работать в этом направлении. Окей, я её не трогаю. Так же, как я и не трогаю вас. Если я к каждой, я ещё раз говорю, если каждой, кто это пишет, зайду и посмотрю, да я так могу пройтись по вам, что вам мало не покажется. У меня растяжка сейчас, простите, я просто не могу, я не могу просто так терять своё время. Скажи, с имплантами можно заниматься на пилоне? Нет. С имплантами, ну, если вы только сделали этот операцию, то нет. Да, подождите. Я даже к ноге потянулся. Подожди, у меня элемент растяжки. Ой, как хорошо. Ладно, короче, мне уже... Делать растяжку, всё. Целую, обнимаю. Пока-пока. Виниры, виниры. Нет, виниры у меня не композитные. Это Aí está на выходе. Пока-пока. На выходе. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...